С детства пел и играл на гитаре. Окончил Хабаровское музыкальное училище по классу трубы. Затем в 1968 году окончил театральное училище им. Б. Щукин и в том же году был принят в труппу театра на Таганке, где сыграл множество интересных ролей. В 1985 году во время изгнания из СССР Юрия Любимова, когда главным режиссером в театре на Таганке был назначен Анатолий Фроз, Шаповалов совместно с Вениамином Смеховым и Леонидом Филатовым ушел в Московский театр «Современник», где играл в течение двух лет. В 1987 году снова вернулся в театр на Таганке. Для Шаповалова, как для актера, характерно мастерство перевоплощения, бережное внимание к слову, жесту, мощный темперамент. Один из коллег по театру Александр Трофимов в одном из интервью охарактеризовал его так. На мой взгляд, это вот та редкая порода артистов. Это из области Бориса Андреева и Павла Успекаева. Вот он такой народный человек. В 2009 году, когда Виталий Шаповалов получил травму, у него был перелом шейки бедра. Он был уволен Юрием Любимовым из театра на Таганке. Но, вопреки ожиданиям, в 2011 году, когда Любимов ушел в отставку, он так и не был восстановлен на прежнем месте работы при новом художественном руководителе театра Валерии Золотухини.